всем привет дорогие друзья и гости канала рады приветствовать вас на нашем канале сегодня немножечко пробежимся по наших инкубаторах по инкубации и поговорим с вами на тему проращивания зерна в зимний период для нашей птицы чем это хорошо и кто как это делает я вам расскажу и покажу как это делаю я в комментариях вы можете написать и рассказать способы как делаете это вы на улице у нас минус 7 ночью была ужасная погода очень сильный ветер но слава богу свет больше у нас не пропадал в инкубаторах у нас практически уже инкубация подходит к завершению осталось еще не так много времени и наши птенчики я надеюсь будут уже появляться на свет а воскопирование этот раз мы не делали будем ожидать что у нас получится с того что у нас лежит в инкубаторе не хочется наперед забегать смотреть что-то никак инкубаторе место есть что в одном что в другом якобы ничего не нужно сюда было докладывать перекладывать так что мы их не трогали как мы их заложили так они и лежат здесь у нас яйца черно-медного марана и белого марана есть яйца темные есть яйца немножечко светлее практически брали первое яйцо на инкубацию так что вывод будет у нас можно так сказать первый и будем смотреть что у нас будет вылупляться номер телефончика я уже в одном из своих видео оставлял кому будет интересно оставлю этот номер телефона для того чтобы вы могли приобрести там себе птичку хозяйстве есть мараны черно-медный и белый есть михельская кукушка шикарнющая ставлю видео с этими курочками в это видео есть курочки породы ливенская ситцевая есть курочки лакенфельдеры есть брама и есть курочки белый фельдер которые несут крупное красивое вот такое вот кремовое яйцо яйцо достаточно таки действительно очень крупные несут его молотки а яйцо крупненькое так что кому будет интересно можете потом в комментариях найти номер телефона и звонить заводчику для того чтобы узнать для себя по поводу инкубационного яйца были у нас комментарии где многие писали по поводу того что практически каждый раз одно и то же инкубаторы инкубация и тому подобное люди начали говорить что нужно снимать на более разные темы я понимаю что те кто со мной на канале уже давно вы уже знаете что и как делать вы уже это все видели но связи с тем что у нас практически за три недели подписалось тысячи человек они новые и людям интересно что и как делается что и как происходит потому что они новенькие и многого они еще не знают и многого они еще не видели видео снимается практически для них если вам это надоело если вы это уже видели ну будьте пожалуйста немножечко терпеливы пропустите этот видеоролик не смотрите ожидайте новый видеоролик потому что но я всем угодить не могу на все телефонные звонки и сообщения ответить не могу есть время снимаю показываю есть конечно темы которые вам не интересны но я уже как сказал пропустите этот видеоролики смотрите то что есть или ожидайте что то новое осталось меньше недели и цепки у нас будут появляться уже на свет так что ждать еще немного и у нас уже будут новые маленькие жители нашего подворья Initiative года -аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Принес его в дом, залил, можно так сказать, даже горячей водой, но не сильно горячей, такой, чтобы можно было туда окунуть свою руку Залил я ячмень, его было у нас где-то пол ведра Он постоял часа 3-4, увеличился хорошенечко в объеме, впитал ту воду, которую он должен был впитать Излишнюю воду мы вылили Так как он увеличился в размере, пришлось переложить его еще в один таз Сейчас мы снимем вот этот тазик И посмотрим, что у нас здесь внизу Не знаю, передает камера или не передает Сейчас я возьму в руку Камера, видно, хорошо передает Ячмень начал уже понемножечку прорастать Также можно проращивать не только ячмень, но можно проращивать так пшеницу и кукурузу Это мы тоже пробовали Почему проращиваю ячмень? Потому что сейчас наши птички практически сидят на диете И даем им ячмень Овес тоже можно проращивать, но так как я уже неоднократно говорил Овса в нашей местности найти практически невозможно Очень и очень трудно Мне привозят овсяные хлопья Овсяные хлопья я им даю в виде мешанок влажных И так они у нас едят овсяные продукты, можно так сказать А проращиваем мы вот ячмень Такую подкормку можно давать 2-3 раза в неделю, а то и чаще Главное, чтобы они к ней привыкли и они ее хорошо кушали Если они уже привыкнут к ней, то будут кушать они ее хорошо Стоять он у нас здесь будет где-то 3-4 дня Пока хорошенечко он уже у нас здесь не прорастет Если есть большие емкости, то можно перекладывать в большую емкость Там, например, какой-то плоский тазик, неглубокий Можно использовать детскую ванночку для того, чтобы побольше его прорастить И чтобы оно не таким слоем лежало Он тогда намного быстрее прорастет Главное выливать лишнюю воду, которая находится в вашей емкости Для того, чтобы он не гнил Не гнило это зерно, которое вы будете проращивать Плюс ко всему этому, это должно быть помещение, которое темное И делать такой вот тепличный эффект Накрываем тазиком, либо какой-то тряпкой Чтобы оно там, конечно, не задыхалось Чтобы был доступ воздуха Оно тогда будет намного лучше произрастать Ну, это уже как кому удобно Я вам показал, как это делаю я Птичка будет насыщаться макро- и микроэлементами Потому что все-таки на улице зима, мороз Свежей травы нет Не забываем о том, что птичек мы кормим сеном Капустой Свежими овощами Топинамбуром Потому что многие тоже писали за топинамбур Пророщенное зерно И тогда наша птичка будет хорошо себя чувствовать Будет радовать вас хорошими показателями Продуктивности своей И все тогда будет у вас хорошо Ячмень хорошенечко впитал влагу И хорошенько так увеличился в объеме Еще несколько дней И можно будет его уже скармливать нашим птичкам Все это мы будем вам показывать И об этом будем рассказывать Ну, а вы не забудьте в комментариях написать Как проращите зерно вы И проращиваете ли вы его вообще Также хотел бы попросить своих зрителей Своих подписчиков Кому из вас будет нетрудно Я оставлю в описании и в комментариях Ссылочку на один начинающийся сельский канал Новый интересный контент Я надеюсь, будет для всех нас Потому что канал только-только начинает развиваться На канале есть различная птичка На канале есть козы, кролики Ведет этот канал молодой парень Которому всего-навсего только 16 лет Не все в наше время занимаются таким делом Не у всех есть к этому интерес А здесь вот молодой человек решил Развивать такое вот дело Так что если вам будет нетрудно Подпишитесь, пожалуйста, на этот канал И давайте немножечко поможем его развитию Но и для всех моих постоянных зрителей Для моих дорогих друзей В конце этого видео будет музыкальный сюрприз Так что оставайтесь с нами Кто не подписался, подписывайтесь Нажимайте на колокольчик Ставьте лайки Пишите комментарии И оставайтесь с нами Всем огромное спасибо за то, что вы есть За то, что смотрите За то, что вы с нами Всем всего хорошего Всем пока-пока И до новых встреч Возможно у кого-то будут какие-то вопросы Так что задавайте их Пишите, звоните До новых встреч Народный фольклорный ансамбль Пишите, звоните Народный фольклорный ансамбль Пишите, звоните Учебный ансамбль Пишите, звоните Учебный ансамбль До креницы голова. Воуч меня голова Ой хоть пидо я запис не могу Вел Fryмский голова Воуч меня голова Ой водимо жинка Ой водимо жинка Полежу дожати Ой хоть пидо Я не буду жати На бывених Ну и подражу я буду лежати Ой хоть пидо Я не буду жопить, на племенний голосок я буду жопить. Ой, ходимо, жинко, ходимо, ходимо. Ой, ходимо, жинко, картоплю в полоте. Ой, ходж піду, не буду колоти, Мене ручинки болять до такої роботи. Ой, ходж піду, не буду колоти, Мене ручинки колять до такої роботи. Ой, ходимо, жинко, ходимо, Ой, ходимо, жинко, буряки копати. Ой, ходж піду, не буду копати, Наши мені буряки, як я хочу спати, Ой-ой-ой, кину, не буду опати, Наши мені буряки, як я хочу спати, Ой, ходимо, жінко, ходимо, ходимо, Ой, ходимо, жінко. Ну, куди еще? До кума, гуляти! Ой, 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 ой Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok